Здравствуйте, меня зовут Людмила Фролова. В эфире еженедельный выпуск новостей о самых ярких событиях и жизни Игайского округа за прошедшие 7 дней вы узнаете прямо сейчас. Двухэтажка в переулке больничном 7 в Гае рушится на глазах. Местные жители с ужасом ждут оттепели, предполагая, что с приходом весны их дом и вовсе сложится как карточный. Только за прошедшие две недели боковая стена дома сильно наклонилась. Из-за этого в квартирах просели полы. Дошло до того, что прибывшие коммунальщики подперли унитаз в квартире на втором этаже длинными досками снизу. Разумеется, жить здесь опасаясь провалиться. Люди не стали. Им пришлось съехать. Хватает у дома и других текущих коммунальных проблем с отоплением и водоотведением. Также добавляет головной боли пустующая вот уже 10 лет квартира на первом этаже. По словам наших героев, именно из-за ее запущенности, бесконечно протекающих трупы и промерзания в ней, дом сильно обветшал. Двухэтажка в переулке больничном 7 признана аварийной еще в 2016 году. Крайний срок расселения – конец 2025-го. Однако жить здесь невозможно уже сейчас. Мы хотели бы как бы все жильцы обратиться к администрации города. Проживать в этом доме небезопасно. Дети. А оставлять одних нельзя. Все лопается. Как бы ничего не принимается. Дом стоит. Хозяев нету. Окна забили мы. Никто это ничего не делал. Два года назад мы собирали доски. Дяденька наш забивал. Передвинуть ли какие-то сроки? Нам не хотят, я так понимаю. Нас отпугивает, что есть у них хозяева. Какие хозяева? Их нету. Где мы должны искать? Мне вот нужно было поменять трубы и сказать, ищите их. Где я их буду искать? Я их не знаю. Где они находятся даже. И жить здесь просто невозможно. Палы гниют. Все падает. Воды периодически отключаются. Она то перемерзает. Вот отопление лопнуло. Вся вода бежала под дом. Это значит, сейчас она замерзла. Весной она растает. У нас грунта нет. В смысле, у нас грунт открытый. Он просто побежит. И дома у нас просто лягут. Вы сейчас с опасением ждете оттепеля? Конечно. Я говорю, нам осталось два месяца. И все. Пойдет оттепель. Снег пойдет. И та же вода там растает, которая туда ушла. А вода шла горячая. Представляете, сколько это промылось. Это сутки она бежала. В ночь нас оставили без отопления, потому что они не смогли перекрыть краны. Потому что краны старые. Их никто никогда не ревизировал. Вот у нас вся эта такая проблема. Проваливающиеся унитазы, полы, покосившиеся стены. Конечно, да. Это самая первая задача вот этого дома. Как бы здесь живут пенсионеры. Деваться нам некуда. Другое жилье снимать? Зачем мне это нужно? У меня есть оно свое, собственное. Я не знаю. Я просила бы. Мы просим обратить на наше внимание. Ну, просто нам уже деваться некуда. Сейчас горячане обращаются во все инстанции в надежде добиться приближения сроков расселения. Мы обратились в администрацию Дома правления. То, что со стороны Дома правления, они вот сделали подпорки, мы сейчас увидели. Как сказал Леонид Федорович, больше мы как бы ничего сделать не можем. Дом старый, сами понимаете. Ну, мы тут как бы ничего не сделаем. Потом, говорит, обратитесь в администрацию, там, и высшестоящий орган. Я позвонила господину Брусову, на что он мне ответил. Я ему описала причину, пригласила его в гости. Я говорю, вы давайте придите, посмотрим, дружненько, как бы комиссию мы же какую-то создадим. В связи с тем, что здесь очень опасно жить. Да, две недели назад, я еще раз повторюсь, мы отсюда съехали, потому что опасно семьей. Покосился дом, покосились полы сантиметров на 10, вот как минимум. На что мне Брусов сказал. Я ничем вам помочь не могу. Обращайтесь в суд, подавайте в суд. Если суд решит, мы вас там как-нибудь передвинем. Я говорю, я же не прошу, что в данный момент, вот сейчас мне дайте квартиру, и мы переедем, да. Я говорю, давайте комиссии, посмотрим здесь, все решим. Здесь опасно жить. Опасно в плане того, что если моя квартира рухнет, а она рухнет весной, если я буду в ней проживать, да, соответственно, как карточный дом, у нас все сложится. Поэтому вот Брусов мне сказал. В суд доверенно обращаться? Да, конечно. Сегодня я иду в прокуратуру, мне решили помочь. Марина Александровна сказала, что составил заявление в суд, и будем пытаться через суд. Нам что-то нужно сделать вообще добыстрее, довезли, иначе все это у нас рухнет. А люди здесь проживают, проживают семьями. По вашей информации, есть такая практика, что все-таки через суд сдвигались сроки или нет? Да, в судебном порядке, насколько я знаю, Комсомольская 20А вот у них, они подавали в суд, и им сдвинули сроки. Как мне здесь сказали в администрации, что мы до 2025 года нас вроде как переселят, но недавно я зашла в интернет, да, опубликована была статья, список домов, которые были включены на 2021-2022 год, да, но, к сожалению, нас там нет. Но в связи вот с такими ситуациями, происходящими, вы видели, да, мы просим администрацию и всех остальных, да, кто к этому задействован, нас переселить в срочном порядке, поставить нас в список, в очередь, хотя бы вот, ну, как-то побыстрее все это сделать. Кстати, соседний дом снесли буквально месяц назад. Людям благополучно выплатили компенсацию. Они счастливо отпраздновали новоселье. Наши герои тоже хотят жить в безопасности. Людмила Фролова, Андрей Корчагин, служба информации, телерадиокомпания «Евразия». ВГЭ обсудили перспективы развития инфраструктуры для накопления ТКО. Главный вопрос – отсутствие контейнеров в частном секторе. С 1 декабря 2020 года природа перестала вывозить мусор с пяти улиц частного сектора бестарным способом. Жителям Оренбургской, Елшанской, Челябинской, Свердловской и Орской пришлось выносить мусор на ближайшие контейнерные площадки. Гайчане оказались против такого положения дел. Спустя почти три месяца проблема начала решаться. Однако не все так однозначно. Скорее всего, на этих улицах установят индивидуальные контейнеры. Купить их придется собственникам домов. В свою очередь, муниципалитет готовится обустроить на указанных улицах площадки для накопления мусора, сообщается в пресс-релизе регионального оператора. Отметим, что ранее жители частных домов раскритиковали вариант индивидуальных контейнеров под окнами. Не хотят они и общие мусорные площадки на своих улицах. Все потому, что каждая площадка может стать источником разлетающихся по округе бумажек и пластика. А так у нас ведь чистенько, не то что в город. Вот я, допустим, поеду, ой, там мусор везде, а у нас ни одной бумажечки нигде нет. У нас аккуратно. То есть хотелось бы, чтобы по-прежнему все оставалось, чтобы машина приезжала. Да, мы хотим, чтобы была машина. И денежки платим, все неплохие, мы не против платить. Ну а как это? А здесь будет просто свалка. Людмила Фролова, Андрей Корчагин, служба информации и телерадиокомпании «Евразия». В нашем распоряжении оказались видеозаписи с камер наблюдения, установленных во дворе по молодежной 81 и 81 А в Гае. На них можно рассмотреть, как парочка простых и молодых ребят сливать бензин с припаркованных автомобилей. Не то, чтобы это у них получается сразу, но, тем не менее, результат есть. В ночь на воскресенье без топлива осталась отечественная Нива. Если вам известны личности этих парней, бодро шагающих с канистры, позвоните в полицию. Телефон дежурной части 42524. Новый насос для водонапорной башни деревни Ишкинина привезут только 20 февраля. Напомним, с 31 января местные жители пользуются водой из колодцев, которые есть далеко не у всех, либо ждут подвоза. Каждый вечер в населенный пункт привозят порядка 7 тонн воды из города. Причина неудобств – сгоревший насос, замену которому приобрела Гайская птицефабрика, в помощь людям один минус. Новое оборудование итальянского производства ждать еще довольно долго. Родительская плата за содержание детей в детских садах Гайского округа может быть увеличена в ближайшее время. Указ о новых тарифах подписал губернатор Денис Паслер. Индексация незначительная и не превышает уровень инфляции. Напомним, 1 февраля 2020 года родительская плата уже повышалась на 4%. Так, родители детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение в Гае, стали платить 1835 рублей. По последней информации, плата увеличится до 1901 рубля. 115 недостатков зимнего содержания дорог и улиц Гая выявил дорожный надзор с начала этого года. Основные недостатки – это уплотненный снег на проезжей части, необработанный противогололедными материалами, колейность и снежные горы на перекрестках ближе 5 метров до пешеходных переходов и ближе 20 метров до остановок. За ненадлежащее содержание и невыполнение в срок предписаний государственного инспектора отдел ЖКХ и КС администрации округа привлечен к административной ответственности. Предприниматель Андрей Киселев выплатит гайчанам 345 900 рублей из Кроспотребнадзора в отношении управляющего суши-баром «Жиши» в Гае рассмотрел суд в Магнитогорске, городе, где зарегистрирован ИП. Напомним, в марте 2019 года жители Гая начали массово обращаться в больницу после употребления продукции суши-бара. Им были поставлены предварительные диагнозы «острая кишечная инфекция» и «сальмонеллез». Для установления причин случившегося свое расследование начал Роспотребнадзор. Специалисты выявили многочисленные нарушения. По фактам оказания услуг общественного питания ненадлежащего качества ведомство направило в суд исковое заявление в защиту интересов 21 потребителя. Речь идет о компенсации морального вреда, материального ущерба и штрафа за отказ ответчика добровольно удовлетворить претензии пострадавших в результате отравления. Исковые требования были удовлетворены. В пользу каждого взрослого пострадавшего присуждена компенсация морального вреда в сумме 10 тысяч рублей, в пользу каждого несовершеннолетнего – 15 тысяч, а также штраф в размере 5 тысяч рублей каждому взрослому и 7,5 тысяч рублей в пользу каждого несовершеннолетнего. Решение суда вступило в законную силу. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора за ОГА «Мясопродукт». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов предприятия. Следствием установлено, что обвиняемый специально включил в расходы эффективные сведения о покупках, тем самым уменьшив доход предприятия и сумму налогов соответственно. Неуплаченный в бюджет налог на добавленную стоимость превысил 12,5 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В Оренбурге начались мероприятия 60 дней до старта, посвященные 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Напомним, юбилейная дата будет отмечаться 12 апреля. В ГАЭ в спортивном зале «Фока Горняк» прошла космическая зарядка, которую провела тренер по фитнесу Лариса Гаева. Упражнения под ритмичную музыку выполнили гащанки разных возрастов. Денег надо? Деньги рядом. Микрозайм. Гай. Улица Ленина, 46. Мы доверяем вам, даже если у вас плохая кредитная история. ООО МКК АЦМФ Невероятная акция в магазине «Золата». Каждый четвертый товар в чеке достанется вам бесплатно. Скидки суммируются с другими акциями и предложениями. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Еще больше интересных новостей опубликовано на сайте гай.рф. Ищите нас в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Всего доброго. До новых встреч.